всем привет дорогие друзья маленько привет привет сегодняшнее наше блюдо как говорится и в пир и в мир она отлично подойдет для тех кто постится а для всех остальных будет прекрасным гарниром к любым мясным блюдам я например очень люблю в сочетании с котлетками называется она в зеленой лобби по-грузински у меня 800 грамм замороженной зеленой фасоли ближе к лету ближе к сезону мы сделаем еще одно блюдо на основе зеленой фасоли но уже свежий тоже очень вкусно давайте сразу расскажу что нам с вами сегодня понадобится и быстренько начнем готовить и так как я уже сказала у меня 800 грамм замороженной зеленой фасоли либо зеленого лобби у кому как нравится так и называйте помидорчики я уже их ошпарила и очистила как обычно граммаш будет под видео репчатый лук два вида зелени у меня кинза и фиолетовый базилик для любителей острого красный острый перчик это опционально в принципе если вы острый не едите можете его не добавлять чесночок томатная паста и сунелька тут как бы канонов никаких нет можете положить хмели в сунели можете положить уцху в сунели это нам просто нужно для того чтобы немножко подчеркнуть и придать такой ореховый что ли немножечко этому всему делу вкус плюс растительное масло для жарки и наверное собственно говоря все первое что мы с вами должны сделать я уже заранее поставила кастрюльку с водой мы сейчас слегка отварим лобби вот буквально значит мы в подсоленную водичку в закипевшую его закинем пять минут оно должно повариться и все мы его не довариваем до полной готовности потому что она у нас потом еще будет тушиться с овощами пока варится лоббио мы займемся сейчас луком я уже поставила кастрюльку налила в него масло чтобы она прогрелась сейчас быстренько нарежем лук средними кубиками все лучок наш готов идем закидывать лук мы будем с вами жарить до золотискости лобби варилась пять минут теперь мы его выключаем перекидываем на дуршлаг и даем стечь пока лучок жарится мы займемся помидорами как я делаю я часть из них натираю на терке чтобы было побольше соку а часть нарезаю чтобы структура помидор в обеде тоже чувствовалось вырезаем сердцевину конечно же и абсолютно произвольно не сильно мелко средне вот штучки 4 я наверно нарежу а остальное все натру на терке все дотерли мы помидорки теперь возвращаемся к лучку в него уже можно добавить томатной пасты все лучок прекрасно подзолотился красивенький такой добавляем томатную пасту для помидорного такого вкуса и буквально минутку все это вместе жарим теперь добавляем лобби перемешиваем конечно же все хорошенечко и тушим это на небольшом огне можно крышечкой прикрыть минутки 3 теперь добавляем помидорки одни и вторые и сразу можно сунель чтобы она раскрылась у нас и будем уже готовить до готовности самому лоббио смотрите кто как любит я например люблю чтобы она была немножечко аль денте кто-то любит когда фасоль уже до конца абсолютно готова разварена это зависит на самом деле от вашего желания за это время нарезаем чесночок зелень и перчик я зернышки не удаляю из перчика если кому-то покажется что с зернами остро конечно можете удалить грубые стебли я обычно срезаю у базилика оставляю такие более менее мягкие но и листики естественно нам осталось с вами посолить и добавить все оставшиеся ингредиенты сейчас помешаем и попробуем на соль я немножечко досолила буквально минутку даем этому всему делу прокипеть и выключаем это прекраснейшее блюдо можно есть как в холодном так и в горячем виде на этом сегодня наверное все подписывайтесь на нас чтобы не пропустить наши следующие видео ждем от вас лайков всем пока пока